Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, миласта Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – право Отечества и участие в его построении. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Уйдухулю мисра инша Аллаху аминин» – «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах» – Сура-Юсиф, аят 99. «Я свидетельствую, что не Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого неся товарища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высоко чтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня». А затем, поистине право Отечества по отношению к своим детям – одно из самых обязательных и подтвержденных прав, а участие в его построении и развитии – одна из величайших и наиболее священных задач. Отечество – одна из шести необходимостей, которые истинный исламский шариат окружил большой оградой с целью сохранения их, в том числе, религия, жизнь, разум, имущество, потомство и Отечество. Великодушный свободный человек жертвует своей душой и драгоценным имуществом ради Отечества. Как же хорошо сказано, текут в крови каждого свободного человека самоотверженность и признательность Отечеству. Бесспорно, кто правильно понимает свою религию, тот осознает, что отношение между религией и государством не является и не будет враждебным. И что настоящее понимание религии сильно способствует построению и стабилизации современного государства на прочих национальных основах. А также разумное государство не может вступить в противоречие с человеческой природой, которая ищет правильную, умеренную веру. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воплотил любовь к Отечеству в своих словах, когда обратился к Микке, после того, как мекканцы изгнали его из нее, клинусь Аллахом, ты самая лучшая земля Аллаха и самая любимая земля Всевышнего Аллаха, и если бы я не был изгнан из тебя, то я бы никогда не покинул тебя. Патриотизм. 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 Это самоотдача, героизм, гордость за Родину и ее землю и уважение к ее флагу, гимну, сущности и органам. Настоящий патриотизм предусматривает строгое сохранение государственного имущества, поскольку оно является основной опорой для управления государственными делами и учреждениями, предоставления государственных услуг, улучшения положения граждан, развития общества и создания цивилизации Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, повидал, поистине есть люди, которые распоряжаются богатством Аллаха неподобающим образом, но в день воскресенья им достанется огонь Настоящий патриотизм также предусматривает поддержку национальных продуктов в промышленной, сельскохозяйственной, торговой и маркетинговой отраслях, таким образом, чтобы развивать ценность, лояльность и принадлежность к Отечеству и обеспечивать экономическое процветание его народа Это поскольку, чем больше проявляют эффективность и совершенности, тем выше становятся экономические возможности нашей страны Чем больше мы продаем, покупаем и торгуем отечественной продукцией, тем больше мы даем нашим производителям и изготовителям возможность повысить конкурентоспособность и помогаем созданию большего количества рабочих мест для наших детей Настоящий патриотизм также предусматривает уважение общественного порядка и соблюдение законодательства Ведь каждая группа, сосуществующая в одном обществе с другими, должна иметь некоторые справедливые нормы и правила, имеющие цель контролировать поведение людей, защищать права человека и обязывать всех, выполняя возложенные обязанности Без такой системы люди не смогут добиться своих прав или получить справедливость Соблюдение законов это религиозное и цивилизованное поведение и незаменимая опора для сохранения единства, безопасности, стабильности и развития государства Вот что я хотел вам сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня и для вас Хвала Аллаху Господу миру в мире благословения последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня Дорогие единоверцы, настоящий патриотизм предусматривает искреннее участие в построении Отечества, что достигается с помощью безупреченной работы и высококачественного производства, которые ведут к прогрессу и просветанию Отечества Наша истинная религия не требует, чтобы люди просто работали, скорее требует от них мастерства и совершенства Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствую, говорит Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу, делает это с умением А также говорят, если вы хотите испытать преданность, оригинальность, благородность и великодушие какого-либо человека То смотрите, насколько он верен своей Родине, насколько он хорошо ей принадлежит, насколько чувствует ностальгию по ней и трудится ради ней Как же нам нужны согласованные усилия всего общества в построении Отечества Ибо Отечество для всех своих детей, и оно всеми ими Каждый в своей области и по своей специальности Солдат и полицейские защищают безопасность и сохранность Родины Врач работает в своей больнице, земледелец на своем поле, рабочий на своей фабрике Ученик усердствует в приобретении знаний и так далее во всех других сферах, ремеслах и обязанностях Всевышний Аллах нам повелевает Помогайте друг другу в благочести и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и в вражде Сура Трапеза, аят 2 О Аллах, защити нашу страну и все страны мира Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok